В самом начале, первая часть нашего разговора, мы посвятим MVC, который ничего иное, как шаблон проектирования. То, с чего мы начинали. Вот, значит, ну, скажу так, помимо MVC есть всевозможные другие, естественно, шаблоны, просто у него там свои, естественно, есть плюсы и минусы. Просто так случилось, что большинство, которые проекты, которые сейчас есть, в части фреймворки всевозможные, да, они именно используют MVC в той или иной мере. Вот, посему полезно это дело знать, оно может быть удобно, вот, и понимать. Вот, о чем идет речь основная, в чем идея, да? То есть, вот если мы сейчас посмотрим на вот такой код, сейчас не говорим про ООП, здесь стандартная какая-то вещь, вот у нас код, да, к которому мы все привыкли. Здесь, как мы видим, намешано все сразу, правильно, да? То есть, у нас здесь и HTML, и PHP, причем PHP самые абсолютно разные, да? Здесь и проверка идет, какая-то там сессия, да, есть там человек авторизован, не авторизован, да? Здесь и соединение с базой данных, и вызов, да, там какой-то там запрос, да, посылается. И выводится запрос, и все это намешано, так сказать, в одной куче. Вот, посему? Задача MVC отделить мух от котлет, фактически, да? То есть, что зависит за этими тремя волшебными бумагами? Значит, модель view-контроля, да? Значит, M – это модель, да? То есть, ну, считается, что, как бы, такое хорошее слово, которое любят всегда в столетре, бизнес-логика, да, там описывается. Вот, то есть, как правило, там, значит, предположим, вот все запросы к базе данных, да, например, работа с базой данных, или работа с файлами, предположим, да, все это описывается в том, что называется модель, то есть, скажем так, в той части кода, то, что называется модель, да? Вот, view – это обычный какой-то шаблон, в который что-то выводится, да, вот, а контроллер – это та часть, опять же, кода, на которую возлагается, так сказать, интерпретация данных, которые, например, пришли, да, что нужно сделать, что не нужно сделать, и так далее. То есть, просто расследуется по, как бы, трем частям. На самом деле, здесь не все так однозначно, потому что очень часто возникают вопросы, например, там, какую-то часть, так сказать, кода, куда ее отнести – к контроллеру или к модели, например. Бывает ситуация такая и такая, то есть, не все явно, понимаете, куда ее унести. То есть, это не значит, что здесь, опять же, шаг влево, шаг влево, все плохо, да, однозначно. То есть, понятно, что варьировать это дело можно. Вот, если модель MBC представить в виде схемы, на самом деле схем очень много, если, например, пойти в тот же самый, там, Google картинки, Яндекс картинки, по запросу MBC выскочит миллион просто картинок, как правило, они все рисуются треугольником, да, таким вот. Мне треугольник не очень нравится, поэтому мне нравится больше, например, вот такая картинка. Уж, на мой взгляд, она лучше описывает этот шаблон MBC. То есть, идея в чем, да, идея в чем? Пользователь, пользователь, да, вот у него какая-то страница, то есть, он ее запросил, он находится, фактически любая страница, любой вывод, да, конечный, который он получил, это не что иное, как та самая часть view, то есть представление, правильно, да? Он, предположим, посылает нам какие-то данные. С помощью этой страницы. Данные попадают на как раз ту часть кода, которая является контроллером. То есть, задача контроллера взять, принять эти данные, обработать. Что там надо делать? Ну, как правило, да, это в идеале контроллера. Как правило, контроллеров есть несколько, да, как правило, делают так называемый фронт-контроллер, такой, как бы, главный, да, который все это дело разрулили. И другие контроллеры. Ну, мы сейчас говорим об общей идее, да, про этого контроллера. То есть, та часть кода, на которую поступает там. Он разбирает, смотрит, какие параметры пришли, метод, метод, предположим, гост, параметр ID, параметр рота, да. И, соответственно, передает управление, например, с этими параметрами той или иной модели. То есть, опять же, о чем идет рид? О чем идет рид, да? Предположим, пришел запрос, предположим, там, вот тебе там параметр какой-то, дай мне там данный. Когда он смотрит, что, например, эти данные можно взять, например, они могут лежать в базе данных, а они могут лежать в текстовом файле, они могут лежать в цельный файл. Он смотрит, какая модель за это дело отвечает, какая выше подходит. Если у нас модель отвечает, например, за базу данных, да, есть, раз он на себе, там айтишник, берет. Так, то есть, все, там, соединение с базой данных, пошла туда запрос, выбор, так все это обраматывает там модель. После чего, например, да, модель возвращает контроллер эти данные, да, контроллер далее смотрит. В зависимости от ситуации, может быть, опять же, от каких-то параметров, да, какое представление, да, лучше этим данным и салтурным в каком варианте. Если мы, да, так вот, он берет эту часть, там, шаблон фактически, да, заполняет эти данные, да, и отправляет обратно, и отправляет обратно. Может быть, вот, может быть, не обязательно, опять же, не обязательно, чтобы контроллер отдал модели, а модель любит, и он любит. Полно возможно, что он отдаст данные модели, модели не только заберет данные, но еще и заполнить то же самое представление, и уже готовое отдаст контроллеру, а контроллер уже и воплостил, да. То есть, еще раз, варианты есть разные. То есть, можно последовательно по цепочке, можно с возвратом. Это уже варианты. Это уже можно по-разному использовать, да. То есть, основная идея, это в том, что все три части ренесены. Как в такой последовательности части вы пользуетесь, контроллер модель, контроллер вью, или контроллер модель, вью и обратно, да, контроллер, это уже детали реализации, которые, так сказать, нам могут быть нужны, нам могут быть нужны. Но основная идея именно в этом, понимаем, да? Вот, соответственно, если мы, если мы идем сюда, посмотрим, опять же, вот этот вот наш код, то мы видим, да, здесь четко, фактически, такое разделение на эти три части. То есть, вот это вот все, и КТВВ, КРЭП, там, БОТИ, да, вот эти форричием это все заполняется, да, это как раз и не стоит, и не стоит представление, которое может быть в принципе рации, правильно? Вот эта часть, вот где здесь происходит, предположим, да, первый раз человек пришел, и второй раз человек пришел, да, то есть анализ происходит, что с ним делать, предположим, да, это как раз часть контроллера, это часть контроллера. А вот эта часть, где уже работа с базой данных, вот они пошли в запросы, туда-сюда, да, это как раз часть модели. То есть, если взять этот код, если взять этот код и попытаться его как бы раскидать, да, то есть не один файл сделать, а три файла, да, то можно сделать было бы вот так, грубо говоря. вот оставляем только вот эту часть, оставляем эту часть, да, это и будет то, что называется фактически view, да, вот оно. То есть это не что иное представление. Понятно, здесь есть PHP-код, конечно, он, но это PHP-код, который заполняет, да, уже там, когда уже все готово, вот он что-то такое заполняет. Чистое представление. Соответственно, этот файл, например, включает контроллер, да, здесь подключается контроллер, выше этажом, как бы выше, да, который исполняется до того, до того, да, а в контроллере, соответственно, вот чистая его задача, да, то есть он запустил сессию, да, проверил, да, если есть товарищ, добро пожаловать, если нет, вы не авторизованы на сайте, да, в зависимости от этого дергает ту или иную модель. Например, да, там, условно говоря, ну, у меня есть сокращенная вещь, да, вот он, предположим, вызывая какой-то там, вызывая функцию, которая описана в модели, да, вот он как бы ей передает управление, да, и все. Вот. Ну, на самом деле, по идее, здесь можно было бы сделать так. Если человек авторизован, то мы тогда передаем управление этой модели. А если нет, мы пишем, мы не авторизованы на сайте, а и передаем управление, например, другой модель. Можно было бы две модели сделать, да, вторая модель, которая бы там, уже его там авторизовывать пошла, да, или в юморазмой было бы, да, понимаете? А здесь у нас, да, вот он, аутпут, а этот аутпут попадает вот сюда. Вот он, да, здесь будет выведен, соответственно, да. Вот. Чисто-чисто контроллеровские дела. Вот. А сама модель, сама модель, это вот, вот модель, вот модель, здесь у нее свой, своя какая-то функция, которая соединяется с базой данных, а это как раз то, которая, та функция, через которую дернул модель контроллера, да. Вам здесь пошло соединение с базой, там выборка, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот приблизительно мы вот этот вот код, да, раскидали по вот этим вот кускам. Но, но, то, что мы сейчас видели здесь, условно говоря, у нас такое не ООПшное, то есть у нас здесь ООП только представлено в плане самой внутри модели, да, обращение в базе, да, ООПшка. Да, так-то, в принципе, вот такой, скажем так, процедурный. Вот, процедурный. То есть лучше всего, конечно, лучше всего МВС, оно работает именно с ООП. Именно с ООП. Вот. И, в принципе, мы сейчас посмотрим с вами, фактически мы сейчас попробуем с вами написать, как бы, такой прообраз собственного фрейлорта, фактически. Понимаете, да? Минимум. Самый-самый-самый симпл фрейлорта. То есть, если вы поймете, как он работает, вы можете считать, что вы поняли, как работает фактически все ходовые самые известные фрейлорты. Потому что там все одно и то. Вот. То есть, значит, идея какая? Идея какая? С точки зрения вот нашего ООПшного дела, да, как правило, значит, контроллер, как правило, любой фреймворк, он имеет встроенный один, как бы, самый такой, такой ядро, да, контроллер, который обычно называется фронт-контроллер. Фронт-контроллер. Он встроен. Потому что другие контроллеры может уже человек-программист записывать по своей необходимости, по своему желанию. Вот. А этот фронт-контроллер. Вот. То есть, там вот как раз интерпретируются все, которые пришли там. Данные расширеняются они и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, в контроллерах, в контроллерах указываются так называемые экшн. Экшн – это ничто иное, как метод. Метод. Экшн. То есть, действие, да, то есть, это фактически пользование. Вот. И модели – это, опять же, отдельные классы для работы с базой, с файлами для работы с тем-то, с тем-то, с тем-то. Да, вью – это обычный шаблон. То есть, обычный файл. Вот. Там, HTML или какой-то еще, в зависимости от ситуации. Где все это дело делается. Вот. Как правило, опять же, когда мы начинаем разрабатывать какой-то там фрейворк или там сайт на основе чего-то, да, как правило, все начинается с того, что мы, скажем так, утверждаем какую-то маршрутиризацию, да, потому что все в основном работает через URL, да. То есть, мы делаем некий URL, адрес, на основе, который анализирую я, который и будут приниматься те или иные действия. Вот. Как правило, в большинстве случаев, в большинстве случаев маршрутиризация описывается вот таким образом, да, считается, да. Ну, здесь у нас, понятно, доменное имя, что-то типа сайт, ру, да. Вот. Ну, это в 99% фреймворка так работает. Понятно, могут быть варианты. Могут быть варианты. То есть, первое, что идет, да, первое, что идет, это название контроллера. Название контроллера. Второе, после второго слэша, после второго слэша, идет название action. То есть, грубо говоря, если пришел вот такой готов, book, show, это означает, что надо дернуть контроллер, book, передать управление контроллеру, а у контроллера, book, action, show. То есть, метод там какой-то должен написать, да. Это как раз все для фронт-контроллера, да, то есть, я еще раз говорю, да, что-то означает, как правило, именно фронт-контроллер, фронт-контроллер по умолчанию, на который все это дело приходит. То есть, его задача фактически разобрать данные, которые ему пришли, и уже в зависимости от этого дальше передать, да. То есть, он разбирает и говорит, ага, у меня пришел на запрос на контроллер, book, и у него там action, show. Соответственно, он далее передает управление контроллеру, book, дергает, соответствующим методом, show, с которым, в свою очередь, происходит дальнейший анализ, да, и принятие какого-либо решения, да. Вот. Если нам нужно передавать какие-то параметры, если нам передавать какие-то параметры, то они указываются дальше. Ну, по-моему, на самом деле, жесткий, вот этот вот первый вариант, что контроллер action, это используется, я еще раз говорю, там, в 99% фреймборка. Да. Остальное, как передавать параметры, тут уже вариант. То, что я показываю, это вариант, как бы, один из вариантов, да. Например, сначала можно передать, так, slash параметр 1, какой-то, да, и параметр вернется. Например, book, show id 25. То есть, да, данные для контроллера book, action, show, параметр id со значением 25. Если параметров больше, их, в принципе, можно так дальше больше и передавать, да. То есть, book, show, для параметра категории, там, пищи, там, предположим, да, для параметра вернется значение 25. Параметры значения, параметры значения, да. Можно, как бы, другие варианты, другие варианты, которые, например, нравятся, например, да, нравятся. Ну вот, да, например, book get формат xml. Ага, значит, надо дергать контроллер book, да, с action get и параметры формат, да, со значением xml. Такого плана, да, такого плана. Вот, соответственно, для того, для того, чтобы вот это вот дело все разруливать, да, естественно, нужен не что иное, да, нужен, нужно использовать, вот, или раз, попасть, да, чтобы, то есть, идея в чем, да, что все сходится в одном файле. То есть, у нашего проекта, у нашего сайта единая точка входа. Куда бы человек наткнулся, он должен попасть на один файл. И то же самое, одна, одна отдельная. Вот, поэтому сооружается с помощью модуля рейта, при рейтинге, он называемый единственный первый файл, ну, как называется, bootstrap файл. Bootstrap файл, который, собственно говоря, всегда и запускается. Вот, потом, как правило, опять же, назначается структура, да, как бы сайта. Опять же, это не какой-то там мертвый, да, стандарт. Но, тем не менее, как правило, делают так. Как правило, у нас сделают папку application, в которой в свое время, в свое очередь, делают папки controllers, models и you. То есть, контроллеры приезжают контроллеры, в моделях приезжают модели, в you лежат тоже. Ну, это просто чисто удобно, конечно, большинство. Кроме того, там, картин, ну, для первого уровня application, да, со своими ванпапками, потом, как правило, имиджерс, потом стили, потом htaccess, в котором, и имидис хт, который, собственно, единственный, который является запускаемым файлом, да. Вот, ну, а в htaccess, что у нас там в htaccess? Мы там просто пишем стандартную вещь, да, перекладываем все там, куда надо. Ну, вот смотрите, вот я сейчас в качестве, в качестве примера сделаю такую вещь. Сейчас, секундочку. Мой сайт локал, вот он, да? Угу. Вот. Я сейчас сделаю маленькую вещь. А, нет, это не то. Сейчас изделаю. Сейчас я вот это вот. Дело в том, что он заточен под корень, да, под корень. Вот. Поэтому я сейчас это все дело положу куда-нибудь. Куда-нибудь. А, что мне делать-то? Ха. Я знаю, что я сделал. Подождите. Подождите, подождите. Вот. Как я сделаю. Я просто и банально сооружу отдельный хвост. Что мне тут долго думать-то? Вот. MVC. MVC. Локал. Вы можете за мной не повторять, вы просто смотрите, потому что у вас будет работа. Здесь я возьму девочку. Прямо, да, мне просто нужно вот изделки сюда вот так положить все в корень. Вот. Вот. Да? Вот он. Сейчас я перезапущу серверочек. Вот так перезапустил, да? Вот у меня, условно говоря, у меня есть MVC.local, да? В котором лежит, да? Индекс и HTXS. Индекс и HTXS. Вот. По HTXS-е, что у нас? Рерайт, он же он, включили, да? И строчечка. Ну, нетрудно догадаться, что здесь написано. Здесь написано, что если этот файл не заканчивается на JSGIF.tpeg.tcss, то есть если это файлы картинок, скриптов, CSS, то их надо отдать как есть, да? А если они какие-то другие, то мы все просто-напросто перенаправляем на индекс пички. Чего бы не шел вопрос, мы перенаправляем на индекс пички. Все достаточно просто. Вот. Редирект туда. Редирект туда. Такого плана, да? Вот. Вот он у нас есть. Вот он у нас. Теперь, соответственно, после того, как мы сделали редирект, вот этот, это наш bootstrap файл. Надо его каким-то образом, что, зачем он нужен, да? Что в нем делать? В нем происходит что? Во-первых, инициализация. Да, то есть всякие пути по умолчанию, да, да, какие-то конфигурационные данные, да, какие-то классы загружаются. Потом там же инициализируется фронт контроль, да, собственно говоря, да, которому и передаются данные на тебе. И все. Почему там все это загрузил, подключил, терапыр, дергал фронт контроллер, и все там пошло исполняться, и последнее он уже ожидает данные, которые просто надо идти. Просто надо идти. Например, опять же, да, вот у нас индекс, вот он индекс, да, что он из себя представляет. Смотрите. Для начала мы здесь, для начала я здесь, к стандартному, да, инклюдным пафам, которые в конфигурации прописаны, да, дописываю пути к папке application. Application controllers, application models, application view. Ну, просто чтобы, понятно, да, чтобы пути не искать, да, просто указываешь класс, он там сам по этим путям ищет, да, по инклюдным. Потом, здесь у меня стоит стандартный автолог, да, обратите внимание, на самом деле, не обязательно, да, и даже не то, что не обязательно, а, как правило, так и не делают, чтобы имя класса совпадало с именем файла, да, то есть я сделал так просто, ну, как бы, по простоте, иначе в противном случае просто пришлось бы сейчас больше код писать, да, надо было бы парс, смотреть, кто, чего, куда, я просто пошел по пути наименьшего сопротивления, имя файла, имя контроллера, да, на самом деле, или модели, там, чего угодно. На самом деле это не обязательно. Потом у меня идет что? Вот он, да, то есть, грубо говоря, это подключилась вся конфигурация, вот она подключилась, 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 потом я дерну, посмотрите, фронт-контроллер, get-instance, стандартнейшая вещь, вспоминая это дело, по названию уже можно угадать, что фронт-контроллер представляет из себя не что-тое, как сингл-тон. Опять же, у большинства фронт-контроллер это типичный сингл-тон, потому что он в разных местах будет использовать, вот сюда, вот, соответственно, статический метод, get-instance, фронт-контроллер, сюда, то есть, что-то он тут. То есть, мы его проинициализировали, после чего дергаем его метод rule, ну, фактически, rule, get-instance, знаете, такое, давай, давайте, передаем ему управлять, и все, и ждем. И ждем. Все, когда все закончится, у нас же идет было, фронт, там, get-body, это, по-моему, get-body, это, фактически, там уже будет лежать готовая кардача, заполненный шаблон, который надо будет просто пилить. Все. Вот он у нас, такой минимальный, да, bootstrap file. Bootstrap file. Вот. Окей, сказали мы. Значит, все начинается, значит, соответственно, мы должны появить, что мы должны появить, фронт контроллер. Мы должны его, вроде бы, как описать. Правильно, да? Вот. Понятно. Где он у нас лежит? Конечно, он у нас лежит в applications, в контроллерах, да? Вот он, фронт контроллер. Вот он, фронт контроллер, да? Вот. Что он здесь делает? Что он здесь делает? Давайте, мы сделаем хитрый сейчас, опять же, я сейчас сделаю. Эх, так, где тут? Здесь, здесь, здесь. Или вид, а, вот, верну все блоки, во, хорошо. Вот он, вот он, контроллер. Вот так выглядит, да? Значит, здесь указывается, значит, здесь у меня несколько protected, да? Кому никуда соваться не надо, свой. Что это такое? Здесь будет лежать контроллер. Нужный. Здесь будет лежать нужный action. То есть, проанализировав все данные, которые ему придут, он сюда загрузит контроллер, сюда загрузит action, сюда загрузит параметры, сюда загрузит body, ну, а это instance, понятно, что это такое. Это не что иное, как вот он, да? Get instance, известный нам статический метод, который и инициализирует сам контроллер, мы о нем говорили на самом первом занятии. На самом первом занятии, да? Вот. Потом. Потом. Конструктор. Что у нас в конструкторе? В конструкторе что? Он private, вы помните, да? Его нельзя дегнуть. И вот он только изнутри вызывается. Он вызовется вот в этом случае, да? То есть, снаружи его нельзя вызвать. Вот. Где new self, фактически, да? Вот здесь вот он уже и вызовется. Значит, что мы делаем? Мы принимаем здесь URI, то, что нам пришло в адресной строке. Так, по-практически. Вот. Бьем его по слэшам, по слэшам, да? По слэшам. То есть, вот здесь у меня сплитс идет массив. Правильно? Массив. Теперь, начинаем смотреть, а есть ли у нас контроллер. Да? То есть, есть ли у нас после первого слэша, что человек может обратиться к просто, да, к корню сайта. Правильно, да? Поэтому мы говорим так. Если у нас что-то лежит в нулевом, то есть контроллер пришел, что мы делаем? Мы приводим то, что там пришло. Например, бук, условно говоря. Первый, так сказать, первый символ, да, делаем большим и приклеиваем к нему слово контроллер. Зачем это сделано? Ну, есть как бы негласное правило. Опять же, это не обязаловка, да, просто большинство фреймворков это исповедуют. Это исповедуют. Что именно? Если, вот, например, вот у нас пришло, смотрите, вот так вот, бук, бук слэш, там, шоу, например, да, то контроллер, контроллер должен называться вот так. Имя контроллера с большой буквы и слово контроллер. Что, собственно говоря, мы и делаем вот здесь, да. То есть, если у меня он есть, я первую UCFIRSE, да, делаю большой бубочкой и приклеиваю к нему слово контроллер. Да. Если же контроллер не пришел, то есть корень обращения, да, то надо вообще-то как-то все равно отреагировать. Поэтому, как правило, как минимум, помимо фронт контроллера, назначается как минимум один контроллер под названием, словом говоря, индекс контроллер, да, который на индекс, да, реагирует. Вот он, видите, вот там, индекс контроллер. Тогда у меня будет там индекс контроллер. И обратите внимание, это имя я помещаю вот сюда. Ну, вот, перемены. Далее наступает вопрос поиска экшен. Смотрим следующий элемент. Есть там что-нибудь или нет? Может быть, и экшена нет. Может быть, обращение к контроллеру или там. И опять то же самое дело. Значит, здесь мы делаем очень хитро. Значит, опять же, такие принятые обозначения, что экшен указывается как имя экшена плюс приклеение к нему с большой буквы слова экшен. Опять же, это не обязаловка, просто условная такая конвенция. Да, к этому привыкли у большинства так делать. То есть, опять же, да, здесь я этим и занимаюсь. Я беру экшен и конкатерирую со словом экшен. Если же там ничего нет, то понятно, по аналогии с индекс контроллером, в этом индекс контроллере должен быть как минимум индекс экшен, чтобы отследить обращение к код. И опять же, я его укладываю в соответствующую перемену. Правильно? Вот, теперь смотрим далее, параметры есть или нет. Но тут очень просто. Если у нас третий элемент в массиве есть, значит, какие-то параметры пиши. Правильно, да? Вот, теперь, опять же, исходя из, исходя из, смотрите, это попало в элемент 0, это элемент 1. Правильно, да? Это элемент получается 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Мы, во-первых, проверяем этот элемент, если он есть, то есть параметры есть. Дальше обратите внимание, четные элементы – это ключи. Согласны? Нечетные элементы – это значения. В принципе, удобно, правда? Вот, соответственно, смотрим. Итак, параметры пришли? Пришли. Поехали их тогда выдавать. Сооружаем два массива. Кис и Вариус. Для ключей и для этого дела, да? И начинаем бегать в цикле. Начинаем бегать в цикле, заполняя, собственно говоря, эти дела, да? Вот. И смотрим просто-напросто на наш ключ. Если это четная, да, как я сказал, мы берем элемент массива и запихиваем его в элемент кит. Массив. Если это нечетный, это value. Таким образом, раскидываем их туда, туда, туда. Ключ, значение, ключ, значение, ключ, значение, да? В конце мы после этого цикла получаем два массива. Как бы, да, кеймари. Что мы и делаем? Array.combine. Он их склеивает, да? Keys.Variu. То есть в результате параметра парамс мы получаем массив, в котором соответствующие ключи, это ключи, значение, не позначение. Вот таким вот образом. Ба-ба-бам-бам. Вот фронт-контроль, да? То есть на данный момент, на данный момент у нас есть имя нужного контроллера, имя нужного экшена, плюс куча параметров, если они пришли. Так ведь? Так. Теперь, следующее. Далее мы описываем тот самый метод road, который вот этот делали, да? Который road делали. Вот. Что здесь? Что у нас здесь? Мы начинаем смотреть. Мы тут используем все, что у нас используется, да? Мы смотрим. Так. А есть ли у нас, например, такой класс, который называется, да, который у нас лежит? GetController. Что это такое? У меня здесь описаны несколько вспомогательных методов. GetParamse, GetController, GetAction, GetBody. То есть это не что иное, методы, которые просто, возвращают значения вот этих вот сводей. То есть GetParamse возвращает параметры, GetController возвращает контроллер, GetAction возвращает action, GetBody, условно говоря, возвращает body, это тот, который в индексе, да? Ну, SetBody, он, наоборот, присваивает параметру body, то, что туда придет. Вот. Вспомогательные. Итак, я говорю, уважаемый, у нас есть класс, который в контроллере, да? Там лежит индекс контроллера, например, там букв контроллера, да? Если нет такого, да, мы генерируем, слово GreatSection, говорим, ай-яй-яй, нет контроллера. Если есть, мы что делаем? Смотрите внимательно, да? Reflection класс, помните, да? Получаем. Здесь GetController, то есть получаем непросто, да, из его имени делаем фактически экземпляр класса Reflection класс. Теперь, теперь, поскольку, опять же, здесь у нас та же самая ситуация, когда мы говорили, помните, мы фавориты делали, да? Нам нужна была какая-то метод, да, чтобы обозначить, что это именно нужный нам, да, класс. Вот. У нас здесь есть банальный интерфейс, который называется iController. Он пустой. Вообще пустой. Он просто метко. То есть у нас конвенция такая, все контроллеры должны наследовать интерфейс iController. Например, внутри SPL. Помните, там из Traverse был, например, такой пустой тоже интерфейс. Чисто для методов. Поэтому, помимо того, что я убедился, помимо того, что я убедился здесь, что такой класс, например, есть, я теперь соорудил и теперь, используя Reflection, да, используя Reflection, я говорю, а унаследован ли имплемент интерфейс от iController он, да, если нет, я, условно говоря, выбрасываю исключение. Да, а я нет интерфейса. Если хорошо, я спрашиваю, имеет ли он метод, получаю метод, который я уже выцепил, getAction, getAction, да, вот, если не имеет, опять же выбрасываю исключение, да, о том, что он не имеет action. Если же имеет, если же имеет, то что я делаю, смотрите, я получаю экземпляр этого класса через new instance, вот он, контроллер, все, теперь уже объект, теперь уже объект, да, я через getMethod, да, getMethod, получаю метод этого объекта и говорю, вперед, уважаемый, исполни этот метод, да, как метод вот этого объекта. То есть, фактически я передаю управление этому конкретному контроллеру. этому конкретному контроллеру. Вот. Теперь, ну да, все исполнилось, да, вот, теперь, здесь у меня, естественно, описан как минимум индекс контроллер, как и положено, вот он, индекс контроллер, который наследует i-контроллер, да, который наследует i-контроллер, и у него, соответственно, индекс экшн, как минимум. Ну, это такой минимум, у нас самый базовый, минимум, да, все такое прочее. Что мы здесь делаем? Смотрите внимательно. Обратили внимание, вот он, плюс-то, вот он, синглтон пошел. Видели, я второй раз использую фронт контроллер, но он у меня там уже проинициализирован, да, но независимо, какая разница, где, главное, вот она пошла, отдача, вот синглтона. Фронт контроллер, бум, в принципе, можно было бы, да, он же у нас там проинициализирован, но нам бы его пришлось перегонять постоянно параметром, представляете себе, глобально, его надо было в тот класс передать параметром, метод, то, 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 так, пусть смысл. Я просто здесь его проинициализировал, не задумываясь, проинициализировал там или неинициализировал, мне плевать. Вот, да, проинициализирован. Сейчас я вот так сделаю. Вот, теперь, получаю параметры getParamse, getParamse, у него у фронт контроллера, видели, да, а это же фронт контроллер, вот он, вот он, getParamse, который возвращает параметры, параметры, да, и сооружаю view какое-то, да, view view. Ну, понятно, у меня есть примитие, да, понятно, я могу здесь ифы, да, поставить, а что оно пришло, какое view где-то. Но, обратите внимание, друзья мои, здесь, чтобы не поверили, эту модель, это не view, это я просто ее так называл, это название модели. Это, не представление, не часть, это модель, так называется view, то есть, покажи, да, это модель. Здесь, вот этот контроллер, по разным-разным-разным там условиям, говорит, ага, мне нужно дернуть модель view. Он инициализирует модель view, передает ей в, условно говоря, параметр name, ну, пусть будет там параметр john, предположим, да, пока. Так, мы сейчас даже вот это вот сейчас, мы сейчас по минимуму сделали, чтобы минимум, так, вот он, контроллер, это view, john, name. Не важно, вы понимаете, вы помните, а спички позволяет, даже если в модели не указано свойство name, оно там все равно создается, так или иначе, да. Вот, и теперь дергаем у него свойство render, 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 и передаем туда, что надо отрентировать, вот это как раз и есть то самое представление, да, то есть, на тебе какой-то параметр, и заполни им вот это представление, да, и верни мне сюда, да, обратили внимание, да, то есть, разный вариант, он бы мог просто дернуть, верни мне ответ, а я сам заполню представление, это один из вариантов, да, у нас вариант такой, что на тебе параметр, на тебе имя представления, заполни и верни мне все, что нужно. То, что ему вернется, он set body, set body, передаст фронт контроллеру через set body, вот оно, body, который заполнит, положит его вот сюда, а все это в конечном итоге вытащится в индексе, который говорит, get body, возвращает, и эхом выплевывает, и эхом выплевывает. Вопрос, что у нас в этой модели view, для начала, да, в модели view, у нас, вот она, да, вот она модель, здесь все очень просто, кстати, обратите внимание, никакого name здесь вообще нет, ну, хотя, конечно, хорошо, я сам сооружаю, надо бы описать, да, метод render, вот он, в который приходит шаблон, здесь я включаю, на всякий случай, во избежание всяких проблем, буферизацию, да, подключаю этот файл, подключаю этот файл, и выплевываю его, очищая буфер, ну, возвращаю, очищая буфер, да, вот, вот еще, такая минимальная вещь, то есть она больше здесь, эта модель ничем не занимается, фактически, да, ну, мы там Джона передали, да, вот, а что у нас во view, а view выглядит вот так, hello, name, который мы передали, Джон там, здесь name, да, и все, и все, вот, поскольку у нас такое еще не доделанное, базисная, минимальная вещь, да, то нам сейчас придется сделать такую штуковину, нам придется сделать, наверное, так, значит, mvc local, вот, пожалуйста, hello, Джон, видите, у меня не было ничего, значит, вызвался индекс контроля, и получил это дело, hello, теперь, параметры, да, передаем, решили передать параметры, давайте, опять же, да, смотрите, что мне нужно сделать, параметры, да, я просто-напросто получаю параметры от фронт контроллера и передаю во вью, в юный, возьми параметр, который пришел, но, поскольку, ну, это такой учебный, да, для того, чтобы это посмотреть, понятно, мне сейчас придется написать индекс, индекс, понимаете, да, вот, потому что по-другому не получится, да, индекс, ну, потому что я не могу сейчас параметр, параметр замутить, потому что он будет расценен как, да, индекс контроллер, индекс action, name, Mike, hello Mike, hello Mike, опять же, да, смотрите, но я индексин, хорошо, а что если бы не индексиндекс сделать, да, что мне, вот смотрите, теперь, что мне нужно сделать, чтобы передавать, ну, пусть, пусть у меня, пусть у меня, допустим, в индексе, реально, да, вот смотри, сейчас вернем, если это индекс, если это индекс, то мы напишем так, guest, да, например, hello name, who is, who is, да, а мы хотим там как-то так передать, да, hello кому-то, да, сказать кому-то чего-то, да, значит, мы сделаем так, смотрите, что мне нужно сделать, всего лишь 16, мне нужно, мне нужно, соорудить, например, пусть я хочу сделать так, чтобы человек написал, да, посмотрите, если человек приходит так, это hello guest, а если я пишу так, смотрите, say hello name Mike, Mike, да, вот, то мне будет написано hello Mike, да, что мне нужно делать, say, это контроллер, то есть, я беру, сооружаю контроллер, по имени, там, например, да, say контроллер, еще раз, да, конвенция не обязательно, да, чтобы они совпадали, это я просто себе для удобства так сделал, да, да, смотрите, say контроллер, в котором будет описано hello action, да, вот в которой как раз и будет, ну, я, без проверок, да, работает, тут нужно и по умолчанию сделать, да, конечно же, если нет, то есть, по идее, мне ведь нужно здесь тоже, например, контроллер say будет, а action и не будет, да, тогда мне нужно еще и index здесь, когда action сделать, да, я просто без проверок, да, делаю, вот, все, посмотрите, я добавил контроллер, добавил action, все, больше, больше, я ничего не делал, больше ничего не делал, теперь я спокойно пишу, да, say hello name john, получаю, пожалуйста, john, say hello name my, получаю, ничего не пишу, hello, yes, предположим, да, или если там нет параметров, естественно, я могу просмотреть, если параметров нет, то что-то там опять же, да, разный вариант, просто написал и писал, а что если, например, я хочу передать, там, условно говоря, да, например, будет написано, предположим, say hello name, это формат, такой-то, HTML или формат такой-то, да, опять же, все, что мне нужно будет сделать, я, естественно, здесь разберу, пришло ли там формат, по умолчанию у меня HTML, если пришел значение формат, я вызову другой, другую модель передам, да, соответственно, мне нужно будет просто описать другую модель, без каких-то там, таких проблем. понятен? Все. Впишево, там, правой колокольчик, у меня какие-то новости, в форму лица, это же получается, другой должен быть модель, в принципе, да. Да, поэтому, что контролирует, не знаю. Я говорю, здесь, здесь надо думать, то есть, это не какое-то статичное вид, да, это такая живая штуковина, да, я же говорю, вот здесь, например, можно было бы получить, и он уже заполнил бы вью, а можно вот отдать ему вьюзер, полни, верни мне конкретный контент. Это нужно смотреть от общей архитектуры, как нам это удобно, и как нам это нужно делать. Понимаете, здесь нет однозначно, потому что иногда действительно сидишь и думаешь, как лучше сделать, вот так или так. Понимаете, как же так или так. То есть, нет такого жесткого, что это 100% там, а это 100% здесь. Ну, стандарт, конечно, разбор, он в контроллере, да, а вот, например, непосредственно, вот, например, там открыть файл, закрыть файл, записать файл, там, не знаю, база данных и так далее, это, в принципе, дело модели, да, хотя тоже еще, да, посмотрите, где это делать, где это не делать. Ну, уже от архитектуры зависит. Просто общая идеология, да, такова, что, вот, видите, надо было что-то такое, раз написал, и все дело сделано. И все дело сделано. Правильно, да? Вот, теперь, друзья мои, что мы сейчас с вами сделаем? Мы сейчас с вами, часть уже написана, да, сделаем такое на, на, прообразе того, что я вам сейчас показал, фактически, да, вот, сделаем такой более совершенный, что называется файл. Значит, смотрите, о чем идет речь, о чем идет речь. Это те же самые юзеры, да, но только более продвинутые. Вот, я вам сейчас, сейчас секундочку, а, это в корне у нас не виси, подождите, не начинаете ничего делать, да. Значит, здесь у нас, смотрите, у нас есть некая база данных пользователей, которая, это банальная, сериализованная, что-то. Посмотрите, но вот база данных, саморачивая, просто сериализованная, смотри, значит, там у нас есть имя пользователя, и его роль, name, роль, да, то есть, джон, админ, майк, менеджер, аппарас, юзер, да, фига, супер админ, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, нам нужно реализовать, нам нужно реализовать, то, что вот мы только что, да, фактически посмотрели, то, что посмотрели, значит, для следующих view, значит, значит, у нас там такая будет, значит, юзер, юзер дефолт, юзер дефолт, да, это будет, опять же, да, hello, джон, что называется, это то, что мы сейчас сделали, да, да, hello, джон, это первое. Потом, юзер лист, это мы запрашиваем список, да, мы говорим, дай мне список всех пользователей, мы это дело зачиняем, просто списком вырезаем, да, а юзер роль, юзер роль, да, какая роль у джона, там возвращается, джон из админ, например, да, то-то, то-то, все это через, сугубо через адресную строчку, то есть, сугубо юрл, да, без кнопок там, без ссылок, все, сугубо юрл, вот, и добавление, добавление пользователя, да, добавление пользователя, то есть, пишем, например, адд юзер, какое-то имя, name какой-то, роль такая-то, раз, и добавляем туда, тоже, да, Все без этого делать. То есть, понятно, что здесь частично, частично, обратите внимание, все описано. То есть, в частности, вот здесь в индексе все эти дела подключены. И плюс здесь для файлов, для темплейтов, для бьюшек, да, здесь даже уже назначены эти самые константы, да, чтобы user-default файл, user-roll файл, list файл, art файл. Для базы, для текстовой, где она лежит, тоже назначена константа, соответственно, это user-db, да, то есть, чтобы не заморачиваться, тот же самый автолоад, тот же самый автолоад просто, да, и то, видели, да, то же самое. То есть, фактически, в отличие от того, что я вам сейчас показывал, здесь то же самое, просто назначено 5 констант, 4 для файла, 1 для базы данных, просто чисто для удобства. Чисто для удобства, да. Вот, соответственно, попробуйте теперь это дело реализовать. Свой реальный фреймворк, да, вот, он у нас на 226-й странице. Ну, в демо там написано вся эта самая, да. Только единственное, внимательно прочитать, там самое первое, да, это надо просто перенести все файлы в корень, да, чтобы оно в корне было, потому что он заточен, заточено все это дело под корень. Вот, и можете сделать, взять там куски какие-то, посмотреть, как там все это делается. Вот. Фактически, прообраз стандартного абсолютно. Фактически, упоминая много раз слово фреймворк, перешли к фреймворкам, да, условно говоря, такой обзор. Значит, друзья мои, по поводу фреймворка, тем более, что очень часто задают эти вопросы. Чего лучше, чего хуже и так далее, и так далее, и так далее. Значит, смотрите, на данный момент у нас спички используются достаточно много фреймворков, да, что, наверное, не является для вас, так сказать, сюрпризом. Вот. Но, опять же, обратите внимание, что фреймворк, да, вот когда, Альсуна спрашивает, да, чем фреймворк отличается от библиотеки, не ничем. Но говорят, да, я не знаю, что, ну, как бы, если так, в лоб брать, да, то библиотеки это просто набор функций, да, а фреймворк это такой же самый набор функций, который как-то взаимосвязан, да, когда одна цепляет другую, тогда можно там, конечно, больше ей делать, чем просто поотделить, чтобы что-то делать, лёгко. Почему отлично? А? Это разные вещи. Потому что уже готовый продукт. CMS-ка это готовый продукт уже вообще для конечных пользователей, не программистов, условно говоря. А фреймворк это конструкция для программистов, с помощью которого он делает CMS. CMS-ка это для Класси и Петровны, чтобы она там не залезает в бут, что-то там делать. Уже готовый сайт. Готовый сайт. По миске CMS-ка это одна библиотека такая, да. Вот. А фреймворк это не что-то уступно. Просто раньше, когда что-то написали, и дали просто, ну, делали библиотеки, да. Функция там для нарисовки таблицей, функция для проверки формы, функция несвязанная, да. Когда начали это все делать, то есть как кирпичи, условно говоря, да, если можно там сложить кирпич такой, а кирпич такой, да. А фреймворк это что-то типа вот, когда дом уже строится из дома, да, там туалет привезли, он уже соломый, да, его так, брум, поставили, да. Вот что-то типа такого. Как бы библиотеков, которые все-таки объединены во что-то логическое, скажем так, да. Вот, такая продвижная-продвижная библиотека. Но, ну, надо учесть вот что. Если фреймворки как бы выбирать, да, то нужно учитывать, как, кстати, во-первых, ну, архитектуру, да, они все все-таки разные, да. Потом нужно смотреть на документацию, то есть насколько у них, то есть хорошо продокументирован. Потому что, например, центр фреймворк в свое время, а потом они за него взялись. Он очень долгое время, ну, еще года-два назад, наверное, да, когда он уже во всю использовался, там документация была такая. Там класс такой-то, имеет библиотеки, да. Все. Чего, куда, за чрем, по силу и по дням. Ну, да, добрая такая документация была. Потом, насколько это вообще поддержка, конюнити, да, потому что, вот у меня, например, там, кстати, фреймворк, я когда там его копался, мне там опечатка была, например. Раз у меня не работает, давай не работает, я их туда на форуме. Что за дела? Вот я, условно говоря, там утром кинул, да, вечером вдруг ответил. Там была опечатка. Я смотрю, они уже там раз, они там уже поправили. Понимаете? Быстрый вопрос, быстрый ответ, нормально, надо реагировать, как-то, да? Вот. Насколько он гибкий. Понимаете? То есть тут надо, нельзя, скажем, хорошее, вот, а у него есть. Вот, тут надо, смотрите, на что брать внимание. Чем, так сказать, больше, чем грандиознее фреймворк, тем больше вы на него подсаживаетесь. Понимаете, да? Потому что потом соскочить с него очень тяжело, когда у вас все на него закручивается. А, например, товарищ, например, дзен-фреймворк, он в течение до версии 2, у него дважды были апдейты, фактически, да, с необратимым функционалом, да. на уровне, да, у них там на уровне 1,5 было, и на уровне 1,7, 1,8, что-то типа такого. То есть там не так, что притично, но там как раз при загрузке пару, стручек, троечку надо было переписать, как вы или иначе, понимаете, да? А когда второй вышел, там тоже необратимо. Вообще совсем первым, понимаете? Опять переписали. Представляете, надо путь. Опять же, то же самое сэнтфреймворк, наверное, да, наверное, для каких-то круглых там, да, поэрк, он подходит, но опять же, он дальше за собой файлов не может. Несмотря на то, что они правильно говорят все, ведь все-таки фреймворк это такой библиотип, да, то есть не обязательно весь его целиком используя для всего файла. То есть вы можете взять вот этот кусочек, например, только, да, и поиспользовать, но проблема в том, что этот кусочек тянет за собой еще два десятка файлов, которые им длинцы, и попробуя их обрубить, все перестает рвнуть. То есть есть разные, вот, например, Денгер, вот, вот, идика, который, да, и как равно это ответвление от него пошло, да, то есть, потому что, почему, они были хорошие, но они всегда действовали соградку на четвертой фишке, то есть у них была такая фишка, что должна быть сонестима четвертой фишке, поэтому тем, кто хотел конкретно под пятерку работать, нельзя было все фиши пятого использовать, потому что, нельзя было использовать то, чего не работает, четвертой, да, поэтому там один из товарищей ушел, тот самый сделал, который сургубо на пятерке работает, да, вот, и мой, вот, мое личное, это мое личное, да, я все-таки как-то, с одной стороны и писать, самому не хочется, и с другой стороны, вот это вот, надо, опять же, понимать, вот фривод, фактически, такой самостоятельный язык, и чем он больше, тем его надо индивидуально изучать, чем он больше, тем нам ограничение вводится, да, вот это так, надо писать, это так, правила номинования, туда-сюда, здесь большой буквы, да, вплоть до того, что, я не помню, в каком-то фриводке, там надо было обязательно, поскольку, это парсится все, да, что, например, фигурные строки на другой строке, именно, что-то критично, да, именно критично, для работы коза, потому что он парсит, именно читая вот слово из фратистики в углу и сколку, понимаете, что я делаю, то есть его надо изучать, то есть по большому счету, если так сказать, вот ты ищешь сам, ты ищешь, это фривод для языка оси, ну, так, если он умерял, что он не отгибируется, да, есть язык си, на нем сложно писать сайты вообще, вот, вот на него, ну, аналоги, полнейший, на этом языке, целый, как он изучает, то-то самое и здесь, то есть там и получится так, что там, как в библиотеке сумки, а вот есть такая сумка, ага, пара пара, это куда, возвращается туда, раз я сделал, конкретно он садится, а уж если мы потратили время на арену, а потом пришли к выводу, что это не то, что он дуль, понимаете, потом перескагируют на другое, опять изучают, поэтому, на мой взгляд, мне, по крайней мере, такой мой подход, да, мне нравится то, что называется микрофреймборк, то есть минимум, который, такой, самый основной, то, что постоянно, пользуюсь, тебя уже описали, а все, что там нету, какие-то редкие вещи, это я уже могу и сам подписать, понимаете, что я делаю. Вот, у нас, вот, в области PHP, таких, в принципе, фреймворков три, значит, более-менее, самый последний сайлик, я его не знаю, что-то, так и не дошли, друзья, для него, там, говорят, что он хороший, учитывая, так сказать, учитывая все минусы предыдущих, вот, но я так до него не дорез, на самом деле, и одна, которую я, в принципе, посмотрел, это, значит, вот, Fat Free Framework, и цель, ну, Fat Free, он более продвинутый, да, вот, я вам рекомендую на них обратить внимание, вот, Fat Free Framework, он, сейчас я вот здесь вот его покажу, у него очень хорошая документация, там, все замечательно, вот, видите, да, сразу выскакивает, Fat Free Framework, вот он, вот, и у него, опять обновилось, постоянно что-то обновляют, это хорошо, конечно, да, вот, у него замечательный рутинг, у него там замечательное вообще все, он поддерживает много паз данных, да, то есть, у него там вот идет, а, ну, вот они, да, сделали документацию такую более-менее, да, рутинг у них вообще сумасшедший, вот такого плана, да, например, да, вот, root, get, если get'ом придет запрос вот на это, да, вот, и там разные варианты, можно повесить, а на нем не шучу, да, то есть, если get'ом пришел вот такой запрос, понятно, здесь может быть get, post, все угодно, да, вот такой запрос, исполни эту функцию, если не нравится анонимная функция, нет проблем, можно повесить, например, метод класса, исполни вот этот метод класса, или исполни, или исполни какую-то простую, на самом деле не только это, да, можно простую функцию, можно статические метод класса, можно, что угодно, да, можно параметры передавать, да, например, вот так вот, если придет такой запрос, а здесь будет какое-то число, да, то можно вот это применять, то есть, он достаточно продвинутый, достаточно интересный, все такое прочее, да, вот, и, вот, так сказать, рекоменды, что называется, да, у них очень хороший, еще раз говорю, там, форум, да, вот здесь у них все описано замечательно, да, как с базами данных работать, вот, они поддерживают, тут несколько вариантов, там, три варианта, у них было, да, собственно говоря, работы с базами данных, ОРМ поддерживают, да, ОРМ это такая, это имеется в виду, что, грубо говоря, когда объект транслируется на базу данных, то есть условно, например, у меня в базе данных поля называются, ID, Name, Email, и форма у меня называется, например, поля в форме, ID, Name, Email, и я принимаю это дело, да, и мне не нужно выстраивать там, сели кто-то, то-то, 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 они выстроены, они просто спрятаны, да, я просто принимаю форму, да, и говорю, например, сохранить, сейф, да, и он транслирует, ID в ID, Name в Name, Email в Email, все автоматно, и обратно я так же, да, то есть, грубо говоря, я говорю, дед там, из базы данных, например, да, и прямо рассыпается все в объект, то есть идея в чем, да, вот, такого плана, вот они поддерживают, это фреймворк такой маленький, но он поддерживает именно вот это все, что нужно, все, что нужно, все спрятать, то есть минимум, который нужен, он есть, минимум, который нужен, он есть, я вам рекомендую обратить, но она очень интересная там, фактически, как говорится, вам не совсем один файл, но почти один файл, и там несколько, да, вот таким вот образом, вот, но я, я вам, да, плюс еще есть, плюс еще есть фреймворк, который называется Slim, он совсем маленький, он еще меньше, чем у него там даже совсем минимум, да, есть, вот, мы о нем сейчас с вами поговорим, но прежде чем мы до него дойдем, да, мы о нем поговорим не просто так, а в свете такой штуковины под названием REST, да, поскольку о ней надо знать, а мы о ней еще ни разу не говорим, а что такое REST вообще, к слову, да, вот мы на прошлом курсе с вами, говорили о веб-секте, да, веб-службе, мы, собственно говоря, рассмотрели с вами два самых ходовых подхода, это XML RPC и SOAP, RPC более, да, древний SOAP такой, нормальный, вот, да, такие реальные, серьезные, используемые в серьезных проектах, особенно SOAP, да, вот, подходы, но не все, во-первых, они, конечно же, не всем нужны, во-вторых, они сложны, да, если вы помните, там XML, там SDL, там описываются типы, простой Вася из 10-го А, этого не знает, вот, кроме того, он еще, да, кроме того, они еще там любят байты, знаете, когда он там главный, да, против SOAP, ну, там же столько гоняется, XML, сколько байт, да, южный, да, с меня провайдер, личные действия, влез, лупить за это. Вот, поэтому среди простых людей распространен использование тех же самых, обращение, да, обращение к, тем самым, к службам, используя вот такой подход REST под названием, да, под названием REST. Значит, REST, это расшифровывается как Representational State Transfer, тут булочке R, у меня лопатка, что это transfer, да, понятно, и обратите внимание, в отличие от, в отличие от, СОАПа, XMLRPC, которые являются спецификацией, да, технологий, стандартами, в которых все расписано, REST это подход, то есть нет спецификации, да, то есть это некая конвенция, как бы договор, да, ребята, давай, ну, как сам RPC, собственно говоря, да, вот XMLRPC, это есть уже технология непосредственная, да, а само понятие RPC, это просто вот конвенция, да, давайте сделаем так и так, вот, и соответственно, ну, REST это вот как раз такая шкуковина, которая базируется на чем? Значит, данные передаем любым параметрам, да, то есть у нас СОАП, сугубо XMLR, да, то есть здесь можно XMLR, или JSONR, ну, не трудно догадаться, что простые люди, они, конечно, JSONR, зачем их заборачиваться, да, строка число, больше такие разные грузы, есть еще какие-то типы, строка число, все в порядке, вот, JSONR гуляют, но основная фича, основная фича у JSONR, знаете, ой, извините, JSONR, REST, да, то, что там используются методы ICDB, то есть, грубо говоря, грубо говоря, каким образом узнает серверная часть, вот там сервер, когда он посылает запрос, что от него требуется, записать, удалить, да, надо использовать ICDB, то есть, используются 4 метода ICDB, то есть, B, OS, DELETE и PUT, вот эти вот, 4, то есть, как они используются, очень просто, если запрос пришел в метод, он DET, то, надо отдать, если запрос ДАИ, соответственно, ну, ДЕЛИТЬ понятно, если запрос пришел в метод, ДЕЛИТЬ, значит, УДАЛЯЕТ, если, на самом деле, у них, те, кто договорился, они же неправильно, на самом деле, договорились, что пойдет, вообще, они POST и PUT, на самом деле, перекуда не встали. Так вот, POST у них служит, у RESTLORS, да, POST, для создания документов, то есть, если идет POST, это значит, создать, ну, фактически, это, по-моему, 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 а PUT, это UPDATE, вообще, в реальность, должно быть по-другому, с никакой, но, ладно, оставим, на это, PUT у них расценивается, по-крайней мере, как принято, с точки зрения базы данных, это UPDATE, это UPDATE. Вот, это такая основная фишка REST, собственно говоря, да, не столько этих форматов, передается, что-то еще, а именно то, что ваш сервис должен быть написан, который оплавливает методы, да, и вам, соответственно, методы будут пулять, это методы будут пулять. Вот, и, да, вот, чтобы пощупать, вот мы как раз перешли вот к этому, слим, да, вот мы сейчас на примере этого слима можно там посмотреть, значит, сам по себе, вот я уже сказал, есть вот микрофреймворк Silex, есть вот этот вот FatFree, и есть слим, который еще меньше, чем FatFree, да, то есть там у него не такой роутинг, у него там единственный, собственно говоря, вариант, то есть это такой совсем, фактически, мини-мини-мини, все остальное можно дописать самому, да, но на самом деле, вот, фактически, чтобы им воспользоваться, чтобы воспользоваться слимом, нужно всего лишь навсего прописать несколько строчек, надо прописать несколько строчек, да, то есть в самом начале, обратите внимание, он модерновый, там уже на экспрессе используется, вот, значит, нужно дергнуть статический метод регистр автолога, вот так вот, слим, слим, регистр автолога, да, и потом создать экземпляр, соответственно, класса слим, который пойдет в фа, бум, все, и запустить, рам, все, вот, три, фактически, да, фактически три строчки кода, которые все это делают, все, ба-бам, 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 и вот это вот так, вот это вот так, теперь, следующее, да, следующее, что, какой у него роутинг, роутинг у него примитивный, роутинг у него достаточно примитивный, ровно одно, только анонимная функция, то есть, в отличие, вот я вам показывал только что, да, F3, который, может, там, такую функцию, метод класса, здесь пока, по крайней мере, только анонимная функция, то есть, но очень похоже, то есть, АП, это вот, который мы здесь, создали, вот этот вот АП, АП, стрела, ГЕП, не трудно догадаться, что их там, и ГЕП, и ДЕЛИТ, и ПОСТ, и ПУТ, каждый по свой метод, корень, да, условно говоря, то есть, если идет обращение, где там, корню, да, исполни этот, исполни этот шум, все, фактически все, вот, ПОСТ, ну, например, здесь у него используется, например, можно использовать, ну, и с ОЛТОМ, таким вот ОЛТОМ, да, вот, то есть, все, они не запретали велосипеды, да, да, то есть, если к тебе пришел вопрос, в этом ПОСТ, корнем, в котором какой-то параметр идет, ну, условно говоря, ID, то, обратите внимание, здесь очень интересная вещь, да, здесь мы начинаем использовать замыкание, да, то есть, в анализную функцию мы передаем вот этот вот параметр, он автомат, него, да, это все делается, вот, то есть, двойночая шлота, это то же самое, что и дешево, что-то, вот, и use up, поскольку нам этот up нужно использовать внутри, то он захватывается отсюда, да, замыкание, вот, и далее, значит, далее у нас так, для того, чтобы получить доступ к этому посту, массиву, супер глобальный пост, он, туда можно дотянуться через вот такой вот метод реквест, то есть, up, реквест, пост, name, ну, это фактически мы обращаемся к массиву, конкретному значению, понятно, что есть не только пост, но и где, вот, а если я хочу массив получить сразу, да, не конкретное, а сразу, то просто пост, без параметров, соответственно, вернется сюда пост, то есть, фактически мы дотянулись к посту, вот, а чтобы что-то вывести, респонс, и выводим это дело, если нам нужно что-то написать, например, заголовки какие-то, да, заголовки написываются, вот так, это респонс, имя, заголовка, и ему, например, значение задается, ему задается значение, поскольку, да, то есть, такая вот элементарная, элементарная, все, и все остальное, например, как не пасты, и разорудивание, да, и разорудивание, вот, и, да, но, есть еще одна, с ним, у него, база, с базы, он, правда, он не поддерживает, ОРМ, но, опять же, вам, может быть, будет интересно, есть такой проект, один товарищ написал, такая, такой, библиотека, которая так и называется, НОТ ОРМ, вот, товарищ, он не любит ОРМ, у него там хорошее на сайте есть такое целое видео, где он просто показывает разницу, он говорит, так, смотрите, вот как у вас, сколько вам нужно сделать телодвижений, да, там он на симфонии показывает, чтобы замапить пошло, ну, у меня тут всего две строчки кода, вот, такая библиотека, НОТ ОРМ, которая на самом деле, да, инициализируется, инициализируется там достаточно простым способом, да, то есть, грубо говоря, фактически две строчки, то есть, фактически надо сделать две строчки, то есть, сначала, педео, например, там мы инициализируем, предпортом, а искролайд ДБ, грубо говоря, да, а потом бросаем это дело, бросаем это дело в конструктор класса НОТ ОРМ, получаем ДБ и все, и больше ничего нет, и больше ничего нет, и теперь можно спокойно, да, его использовать, то есть, например, да, условно говоря, выборка всех записей, при условии, что это, это вот это имя таблицы, имя таблицы, давай юзер, поехали, да, или выборка, да, с условием, юзер слэш, лэ, ну, у него такой, закрытый, зашель, чтобы не залезать, в эти дела, там, ID, ID, например, юзер, фич, раз, получили, ролл, да, изменение записи, юзер, вот, например, если я юзера получил, условно говоря, дай мне юзера, где ID, такой-то, получили, теперь я его, изменяю, update, и кидаю соответствующий массив, там, с данными, да, такой-то, 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 если мне нужно, предположим, да, ставка, users, insert, и опять, предположим, да, бросаю, вот такую вот ставку, да, то есть, в принципе, вещь достаточно удобная, вещь достаточно удобная, простая, простая, вот, и в принципе, у меня тут есть лабораторка, да, для вас, на самом деле, там вам придумывать ничего не надо, вам просто надо переписать, вот, мы, наверное, не будем ее сейчас делать, поскольку она у вас записана, на 238 странице, да, то есть, там, там ничего вам уже не нужно сделать, там уже все сделано за вас, надо просто копипастом, да, заняться, но, но, несколько вещей, так сказать, несколько, подводных камней, я вам расскажу, чтобы, когда вы будете делать, да, в принципе, вот смотрите, то, чего у вас там не написано, сам по себе, да, вот он у нас, сейчас я покажу, сам по себе, этот фреймворк, вот он, вот здесь вот он находится, вот он, да, здесь, смотрите, перевиснет, как положено, да, да, вот он, так вот он, да,